Авторынок. Одна из самых нестабильных сфер рынка. Цены на машину меняются по несколько раз в год. А продавцы, или как многие их знают, перекупы захватывают автомир. И зачастую при продаже машины часто скрывают серьезные дефекты транспорта. Как понять, что вы попали на перекупа? И каковы первые признаки того, что машину недавно ремонтировали? Об этом и поговорим. Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с покупкой автомобиля. Это важный и серьезный шаг. Во-первых, это покупка транспорта. Во-вторых, немалые деньги. И в-третьих, есть люди, которые могут испортить приятные эмоции и обеспечить проблемами. Так называемые перекупы. Их принцип работы прост. Покупают старую машину и сделают из нее конфетку. А после выставляют в несколько раз дороже. Рамка эта сделана. Просто клей какой-то обычный. На сегодня в Барнауле больше 10 тысяч объявлений о продаже машин. К сожалению, большая часть из них как раз перекупы. Да, у нас есть так называемые салоны, куда люди отдают свои машины на продажу. Как настоящие собственники, так и выдающие себя за них. Но даже тут нет гарантии того, что машина без сюрприза. Скажут, что машина не бита, не крашена. Но если присмотреться сюда, вот видим, да, какой здесь проем идет ровный. То есть такое расстояние. Если мы перейдем сюда, здесь уже видно, что он максимально сужается ближе к паре. Значит, капот меняли. Значит, дала какая-то авария. Но если присмотреться на бампер и вот это крыло, и, в принципе, приходящее дальше на капот, видно, что если вот под этим углом, что надо посмотреть, краска отличается. То есть покрасили максимально некорректно. Поэтому люди часто предпочитают покупать у людей. Но под предлогом не бита, не крашена, в идеальном состоянии. Покупателям предлагают авто, кота в мешке. Данил Москвин покупал машину 1994 года. Продавец убеждал, что машина в идеальном состоянии. И барнаулец поверил на слово. После, правда, свою ошибку признал. Потом думаю, надо масло поменять. Загоняю к другу на подъемник. Поднимаем, а там лонжерон сгнил просто под двигателем. Ого. Да, то есть лонжерон, где-то подходит под подрамник, подрамник, лонжерон и просто выгнил. То есть заснули лом под лонжерон и подрамник гулял. То есть на хорошей кочке, да, морда бы просто. Подобный ремонт обошелся бы в 140 тысяч. С учетом, что сама машина стоит 130. Весьма невыгодно. Данил хотел мирно решить эту проблему и начал звонить бывшему владельцу. Я позвонил, написал ему, говорю, так и так. Говорю, ну, так дела не делаются, надо как-то по миру решить, что... Вот. Он сказал, что меня в городе нету. Начал пропадать там на две недели, на три недели. Там я в горном. Вот. И звоню через недели две-три. Короче, по итогу он там трубки не стал брать. Данил решил продать машину и снова покупателям не стал юлить. Рассказал обо всем, ничего не скрывая. Как итог, машина ушла в добрые руки. Так как же понять, что ваш продавец нечестен? Как понять, что это именно перекупщик? Первым делом спросите, как давно вообще человек владеет автомобилем. Вписан, не вписан в ПТС. Стоит автомобиль на нем на учете, либо не стоит на учете. И в качестве эксперимента мы нашли одно объявление на дроме. Нам показалось, что это перекуп, поэтому сейчас мы ему позвоним и в этом убедимся. День добрый. День добрый. Подскажите, машину не продали? Нет. Приезжайте, смотрите. А как у него вообще состояние по кузову? Все в порядке. То есть без вложений, да, грубо говоря? Ну, да, без вложений. Нормальная машина. Вы собственник? Сколько ее уже владеете? Машина тесте. Тесте? Да, да. Так, а если машина мне, допустим, понравится и при составлении договора купли-продажи он сможет присутствовать? Да, я думаю, мы это просто без него можем решить. Ну, чаще всего это бывает очень странно. Ну, а что здесь странно? Мы все так работаем сейчас. Ну, то есть вы занимаетесь автоподбором, да, машин? Или перепродаете? Машина тесте. Тесте на Василию. Ну, понял. Ладно, хорошо. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Если вы задаете ему какие-то вопросы и он начинает юлить, значит, он, ну, что-то, скорее всего, скрывает. Если перекупщик при осмотре автомобиля начинает вас торопить, что да мне некогда, да что там смотреть, значит, точно, 100% он хочет что-то скрыть. Что вас должно насторожить в общении с продавцом в первую очередь? Фразы типа «Я не собственник, машина я владею недели две» и подобные им. Автоэксперты советуют перед покупкой автомобиля проверить его по базе данных по ВИН-номеру. Но и тут нужно быть внимательней. В Омске мы проверяли машину. Человек выставил объявление. В объявлении одна машина. Приехали смотреть, там по факту другая машина. Та же Toyota Highlander того же года, но фотографии отличаются от оригинала. И, естественно, ВИН-код отличается. И по базам это другая машина. А еще лучше подстраховаться и проверить номер, указанный на кузове. И тут у вас наверняка уже возникает вопрос. А защищает ли вас в такой ситуации закон? В данном случае это очень сложный вопрос. При покупке автомобиля, если вы все-таки решили взять его автомобиль у перекупа, потому что есть и честные перекупы, обязательно он должен быть вписан в ПТС. Потому что если вы отдаете деньги человеку, покупая у него автомобиль, он не вписан в ПТС и никаким образом там не фигурирует, ну, вы отдали кому-то деньги. Потом с кого вы будете их спрашивать, непонятно и неизвестно. Наш эксперт и юристы Юрий Копло сейчас сам покупает машину. Для этого он отправился аж во Владивосток. Говорит, алтайский авторынок кишит перекупами. Всем известно, что сделка происходит по договору купли-продажи. И здесь аспекта мошенничества, к сожалению, со стороны перекупа нет. Много было различных судебных процессов по этому поводу. Но, как правило, здесь взаимоотношения с перекупщиком, они остаются в тени. Потому что ни паспорта перекупщика, ни каких-либо доказательств видеозаписи, что транспорт непосредственно у него приобретался, как правило, не существует. А значит, при покупке надо обращать внимание на наличие паспорта перекупщика и ответственно подойти к договору купли-продажи. Есть бланки, там указывают дополнительные условия продажи и состояние автомобиля. И не ленитесь также все фиксировать на видео. Это может пойти вам на пользу в суде. И, конечно же, попросить у перекупщика присутствие собственника при заключении договора купли-продажи. Если автомобиль ГИБДД поставится на учет, следовательно, на нем как минимум не имеется запретов на регистрационные действия. А достоверность самой подписи в договоре будет уже явствовать из обстановки. Ну, собственно, непосредственно перед вами подпишет данный договор. Едва ли это возможно, с учетом того, каким способом работают перекупщики. Но зачастую такое бывает, когда действительно автомобиль реализует знакомый перекупщик. И он, в принципе, ему не составляет труда привлечь собственника к процедуре оформления договора купли-продажи. Вот как бы это является идеальным вариантом. Но, несмотря на риски, желающих купить автомобиль меньше не становится. Чтобы не попасть на перекупов, люди обращаются к автоподборщикам. Порядка ста человек в месяц просят их помочь приобрести качественное авто. Перекупы и здесь пытаются диктовать свои правила. Мол, мы заплатим автоподборщикам, чтобы те сказали, что машина в идеальном состоянии. Честно, такое достаточно часто встречается. Знаете, мы считаем, что, во-первых, это будет отразиться очень сильно на нашей репутации. Мы человеку не скажем, мы говорим каждому человеку, что вы можете позвать любого автоэксперта, загнать в любой автосервис после нас и перепроверить автомобиль. Потому что мы все вам говорим, если реально фигово с автомобилем, мы говорим, фигово, если хорошо, вот так вот. То есть все всегда как есть. Подходить к выбору автомобиля нужно максимально серьезно и ответственно. Не уверены в своих знаниях авто, на рынке есть кому обратиться. И лучше изучить не только техническую сторону вопроса, но и юридическую. Зная их, вы убережете себя от автохлама. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком.